Уральские педагоги готовятся к новому учебному году. Готовятся учителя и готовятся воспитатели. Гости сегодняшней нашей студии – это руководитель Мадоура Синка Евгения Алексеевна Евстратова и ее коллеги, заведующие разных детских садов. В июне этого года они предприняли увлекательную поездку, о которой они сами расскажут. Здравствуйте. Здравствуйте, наши гости. Вам слово. Это увлекательная поездка – часть нашего проекта. Проекта новых возможностей. Называется проект «Педагогическая экспедиция». Идея родилась осенью 2016 года и вызрела она на идее образовательного туризма. То есть в эту поездку отправляются педагоги, руководители, которым есть чем поделиться. Мы ездили со своим опытом на работах в город Владимир к нашим коллегам. Почему именно первая поездка в рамках проекта и город Владимир? Ну, во-первых, Владимирская земля – это духовный центр России. Сегодня, когда вошла в жизнь стратегия развития воспитания в Российской Федерации, в рамках этой стратегии образовательное учреждение является системообразующими звеньями, конечно, нам бы хотелось обогатить содержание дошкольного образования. И этот проект «Педагогическая экспедиция» дает новые возможности для личностного, духовного и культурного роста наших педагогов. Именно профессиональный и личностный рост есть основа повышения качества дошкольного образования. Владимир, поездка осуществлялась по городам, по ходу, автобусная была. В автобусе мы презентовали собранные из интернет-пространства замечательные фильмы о нашей земле, о ее культуре, о ее значимых личностях, о правителях всех времен в России, о становлении духовной Руси, о значении православия, о русском мире. То есть и в том числе те элементы мультипликации научных знаний, полученные в интернет-пространстве, мы планируем также использовать в образовательном процессе с участием всех представителей образования, не только детей наших воспитанников, но и их семей, и наших педагогов. Педагоги группа были очень хорошо подготовлены и увезли свой опыт нашим коллегам Владимир во Владимир. Владимирцы, конечно, нас поблагодарили и с ответным визитом планируют приехать осенью на нашу научно-практическую конференцию. Мы обогатили наш календарь образовательными событиями, которые привезли из нашей экспедиции. В городе Муроме мы посетили прекрасный музей, который называется «Хлебная горница». В этом музее мы были на интерактивной выставке, которая была посвящена истории бородинского хлеба. Вот я, например, для себя сделала такое открытие о том, что бородинский хлеб, он вроде черный такой, да, а он, оказывается, изготовляется из муки белого высшего сорта. Вот для нас, для многих, для коллег было это открытие. Мы там расписывали пряники, очень было интересно, очень было полезно. И поэтому вот 8 сентября все знают о том, что празднуется День воинской славы, посвященный Бородинскому сражению. Поэтому вот то, что мы узнали в музее, то, что мы познакомились с чем, мы это будем использовать в своей работе с детьми, с родителями. У себя в детском саду, конечно, да. Потому что очень большой и очень большой опыт мы там приобрели, знания были очень интересны. Еще хочется сказать о том, что город Муром, это все-таки, там находится памятник, который посвящен Петру и Февронье. Да, и 8 июля это всероссийский день, посвященный семье, любви и верности. И поэтому вот оттуда мы тоже привезли очень много полезной информации. И особенно было интересно, когда мы посмотрели мультик, который посвящен, так и называется, сказ о Петре и Февронье. Этот мультик можно использовать в педагогическом процессе для просвещения родителей. Но Муромская земля, это земля святая, там жил Илья Муромец. Мы были на той территории, на этой холмистой местности Карачарова, где жили и предки Ильи Муромца, и сам он там возрастал, как русский богатырь. Ну и, конечно, Муром, это монастыри православные. Мы побывали в монастырях, где находятся и почитаются мощи Петра и Февронья. То есть предприняли поездку по Золотому кольцу. Да, частично мы побывали на Золотом кольце. Это Муром мы посещали на возвращении домой по пути, потому что в выходные дни мы ехали, в дороге были. А работали мы с понедельника, значит, целую неделю во Владимире мы были. И посещали Веерно, значит, интересные, да, блеслежащие города, интересные музеи. До обеда, до двух часов мы работали в детских садах, свой опыт презентовали, а наши коллеги рассказывали о том, как они реализуют федеральный государственный образовательный стандарт, какие технологии применяют. Нам интересно было посмотреть и условия развивающий предмет на пространственной среде, и даже нам интересно было посмотреть проекты детских садов. Все детские сады были очень разные, да, и в этом им было, ну, что ли, интерес для нас представляли, да, проекты, штатные расписания интересные там, ну, и технологии, которые они применяют. Мы пополнили свои библиотеки ценными экземплярами книг для детей духовного и нравственного содержания. Как педагог считаю, такие книги должны быть в каждой семье о доблестных богатырях, о благородных князьях-воинах-защитниках земли русской, о любви и верности, о Петре и Февронии Муромских. Я покажу одну книгу с яркими, красочными иллюстрациями, небольшими стихотворениями «Голос ангела». Она в простой, доступной форме, как бы, между прочим, рассказывает малышам о взаимоотношениях между детьми, о дружбе, прощении, обиде. Она учит доброте, состраданию, помощи ближнему. Рассчитана на совместное чтение? Конечно, конечно. Эта книга рассчитана для чтения взрослым и детям. Эта книжка станет важным подспорьем для воспитания лучших качеств у своих детей, всем родителям. Близкое знакомство с культурой городов Центральной России обогатило нас идеями музейной педагогики, дизайнерскими идеями оформления среды. Некоторые из них мы уже воплотили в жизнь. Например, начиная с озеленения участков. Идеи там именно взяли. Элементы украшения территории детских садов. Вот что я бы порекомендовала родителям. Очень полезно для развития ребенка иметь дома особую игрушку. Игрушку для любования, с которой мы не играем, мы ею любуемся, ее бережем. Это может быть обаятельная матрешка, бравый солдатик, расписная свистулька или изысканная кукла ручной работы. И многое-многое другое на вкус родителей. С учетом интереса ребенка. С учетом интереса ребенка. С учетом предпочтений ребенка. Об игрушках можно говорить много. Я хотела бы остановиться на двух очень важных моментах. Во-первых, как мы уже сказали, игрушка играет огромное значение в жизни ребенка и в его развитии. Уважаемые родители, нужно очень тщательно подходить к покупке, приобретению игрушек. Не всегда дорогая игрушка будет полезна и принесет много пользы. Мы побывали в первом, самом старейшем музее России. Называется художественно-педагогический музей игрушки. Он был основан в 1918 году. Да. То есть этот музей всегда посещают иностранные педагоги, когда приезжают с экскурсиями в Россию. Что интересного мы узнали там? Царица Александра Федоровна очень тщательно относилась к выбору игрушек. Она сама делала эскизы кукольных домиков. И всегда очень обращала большое внимание на оснащение детских комнат для своих детей с учетом их интересов. В экспозиции игрушек 19 века, которую мы увидели в этом музее, было очень много интересных вещей. Электрическая железная дорога. В 19 веке? В 19 веке, да. Также там был макет испанского замка. Причем вот в точности в соответствии такой, какой он на самом деле был. Даже фонари были те же самые. Но также мы увидели и пазлы, лото, парные картинки, парные картинки. То есть это в 19 веке уже было. Игрушек было неимоверное множество. Что нас очень поразило, у цесаревича Алексея был деревянный сундучок, в котором он хранил мелкие игрушки и игры, которые он всегда брал с собой дорогу. Куда бы он с отцом, с матерью не ездил, не перемещался. И это не просто игрушки, да. Они в них играли всегда в дороге. То есть с матерью, с отцом всегда играли они. И вот очень важно для родителей, чтобы... Хотелось бы, конечно, чтобы всегда родители везде и сейчас в нашем современном мире уделяли такое большое значение игрушкам для детей. Игре с детьми. Да. Но и второе важное, да, именно игре. То есть ребенок не должен играть в одиночестве. Ему всегда нужен партнер. Партнер для игр. Семейные игры развивают, социализируют ребенка, развивают партнерские отношения. И у меня в поездке родилась такая идея создать клуб в детском саду настольных семейных игр, где могут приходить и играть родители с детьми любых возрастов. То есть это как аналог будет семейных клубов? Ну, именно для детей этого детского сада. Я бы хотела музей игрушки все-таки добавить. Значит, музей игрушки был создан в Москве в 1918 году, сразу же после революции. А в 1931 году, вероятно из-за того, что количество экспонатов, игрушек царских детей было достаточно много, этот музей был выведен за пределы столицы и размещен в то время в Загорске. Ныне Сергеев Посад, в городе Сергеев Посаде, он находится в нескольких километрах от Владимира, недалеко. Мы туда съездили, в этот музей специально ездили, рано утром выезжали, смотрели эту игру, этот музей, эти экспонаты. Мы увидели историю развития игры, историю развития игрушки. Вот об этом, то, что мы увидели, почувствовали, мы можем сейчас использовать этот материал и в работе с нашими родителями. Рассказывая о значении игры, как основного ведущего вида деятельности в развитии ребенка. На родительских собраниях взаимодействуют, да. Ну и вот то, что Ольга Николаевна сказала, идея клуба любителей игр, вот этих вот именно настольных игр, эта идея, ну, как бы она не новая, но то, что запланировали в детском саду это сделать, это замечательно, это тоже шаг вперед. Во взаимодействии с родителями, потому что все-таки родители это основные участники образовательных отношений, от которых зависит результат образования. Без них образовательное учреждение результативным в отношении конкретного ребенка быть не может просто. Что нам удалось тоже посмотреть и погордиться за нашу землю русскую, за нашу Россию. Не знаю, как назвать это, ремесло или искусство русский хрусталь. Гусь хрустальный, он тоже очень рядом. Это, в общем-то, их музей входит в музейный комплекс Владимира Суздальской Руси, музей гусь-хрустального завода, музей хрусталя в гусь-хрустальном. Значит, организован этот музей на территории бывшего храма Георгия Победоносца, храма, который расписывал Виктор Васнецов. Мы видели в подлинниках фрески Васнецова и художественные работы маслом Виктора Васнецова музей, наполненный такими изделиями из хрусталя. Вот даже не сочинить, вот даже вот не придумать, мне кажется, такая фантазия мастеров. Нам показали экспонаты, о которых ходят легенды о том, как хрустальные цветы в хрустальной вазе вернули к жизни маленького ребенка, который просто в такой тяжелой болезни лежал. И отец-мастер за одну ночь по просьбе дочери увидеть зимой цветы весенние, сделал хрустальные весенние цветы в прекрасной вазе. Значит, мы узнали, как получается синий хрусталь, как получается вишневый хрусталь, как и что такое зеленый хрусталь, очень дорогой. Но синий хрусталь – это добавление при плавке стекла кобальта. Красный хрусталь очень ценился, вишневый был дорогой, могли позволить купить только богатейшие люди, богатые люди России. В России на экспорт хрусталь шел и идет до сих пор. Так вот, красный с добавлением золота. Сейчас стали заменять это золото, добавляя другие химические вещества. Может, вы напомните? Нет, наверное, не вспомните. Сюрьму, по-моему. Не сюрьму. Сюрьму, добавлять сюрьму стали. А вот зеленый хрусталь добавляли, что вы думаете? Уран. И мастера в 18 веке заметили, тот мастер, который льет зеленый хрусталь, очень рано уходил из жизни. Ну, тогда, наверное, тех знаний, которые сегодня в медицине не было, ну, точно не было. Вот такой был дорогой зеленый хрусталь. Сейчас его тоже заменяют другим химическим элементом. Но вот благодаря Мальцовым, благодаря Мещерской богатой земле, богатой особыми песками, родился русский хрусталь. Мы в детском саду, применяя технологию река времени, мы очень много вещей же рассматриваем через эту технологию. Конечно, на сегодняшний день мы будем рассказывать об уникальном ремесле и искусстве, результате его русском хрустале. Обязательно мы проведем праздники хрустальные звоны, потому что мы смогли не только посмотреть в музее, посетить не только художественный музей хрусталя, гусь хрустального, но и музей, выставку заводскую. Прямо завод до сих пор работает, отдельные цеха, они выкуплены, стали ООО, но они работают, выпускают этот хрусталь. Мы, конечно, проведем ряд занятий, показывая уникальные изделия. Мы даже не пожалели собственных денег для этих мероприятий, приобрели изделия из хрусталя, и обязательно для детей проведем выставку, и, может быть, еще родители подключатся, и расскажем, что такое русский хрусталь. Искусство и ремесло одновременно. В рамках проекта «Педагогическая экспедиция» я для коллег из Владимира провела мастер-класс по теме внедрения новых технологий в систему работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. И в результате работы было очевидно, что коллеги заинтересовались и, конечно же, готовы эти технологии внедрить уже в практику свою, в свою работу. И вот у меня есть такая идея создать, значит, социальный проект, который будет направлен на приобщение родителей и детей к культуре, национальной культуре нашей страны. То есть к культурному наследию даже нашей страны. Ведь это так важно, когда ребенок слушает классическую музыку. И пусть это будет не только в стенах детского сада, а в семье, вместе с родителями. Потому что, наверное, это очень важно, чтобы семья участвовала в воспитании духовно-нравственного направления. И с нами были наши дети, они тоже... Да, мы брали своих внуков, детей, потому что место было... Много информации, так как все-таки золотое кольцо России, это, наверное, все-таки истоки духовности... Духовный центр России. И культурной традиции России. Конечно, вот эта поездка в рамках проекта, педагогическая экспедиция, понятно, что экспедиция, мы должны что-то привезти. Но мы можем взять только тогда что-то новое, когда мы от себя отдадим то, что мы имеем. И мы пытались, педагоги, дошкольники на Уральска, то, что мы накопили, вот эту копилку педагогическую, открыть для своих коллег. И мы за свою искреннюю, за свои старания поделиться, получили тоже искренний отзыв. Первые дни к нам на наши мероприятия приходили, ну, во-первых, дошкольные работники. С нами работали кафедра дошкольного образования Владимирского института развития и образования. И именно кафедра заявила свое желание приехать в Новоуральск на нашу научно-практическую конференцию, которую мы каждый год проводим в ноябре. И в последние дни уже нашей встречи во Владимире к нам стали приходить студенты. Студенты педколледжа, как на практику посмотреть и поучаствовать в наших мастер-классах, послушать наши выступления, презентации различных проектов. То есть они такого не видели, у них такое не практикуется, как у нас, да? Ну, мы же, мы очень открытые. Вот удивительно для них было, что вы как-то так могли собраться, приехать, весь опыт выложить. Мы же там провели выставку методических наработок. На выставку приходили, приезжали из безлежащих городов даже коллеги. Они первый день с нами познакомились, обзвонили своих коллег, и мы видим, что народ-то прибывает. Вот, конечно, вот этот проект был не только направлен поделиться и взять опыт. Ну, первое, это обогатить личностно наших педагогов. Ехали в сторону Владимира, мы же уезжали рано в субботу, и у нас дорога шла через заповедники и духовные места, значит, Кировской области. Обратно мы ехали, вот Муром посетили. Везде нас так добродушно встречали, вот, и до сих пор, вот, экскурсовод из Мурома, Светлана, выходной уже звонил. То есть мы общаемся с ними и общаемся с Владимирскими коллегами, которые, ну, я думаю, у нас взаимная оставилась любовь. Ну, наверное, это то, как раз чувство, на котором и растет, приумножается духовное и нравственное богатство человека. Ну, приехали полные впечатлениями, это мало сказано, да? А чем будете встречать вот коллег на конференции? Ну, на конференции... Есть еще что рассказать? Да, мы, во-первых, являемся экспериментальной площадкой Федерального института развития и образования, Министерства образования и науки Российской Федерации. И наши кураторы научные приедут, мы будем давать отчет как раз о внедрении программы «Мир и детство» и показывать условия учебно-материальной среды, материально-технической среды, созданные как условия, как требования стандарта для реализации этой программы. И будем слушать науку и будем рассказывать, проводить экспертизу предметно-развивающего пространства и рассказывать о том, как мы реализуем предложенные технологии, предложенное содержание дошкольного образования нашими научными руководителями, разработчиками этой программы. Будут, соответственно, мастер-классы, они будут ходить по детским садам, да? Конечно, по детским садам, да, открыты будут детские сады. Ну, это традиционно ноябрьское мероприятие. Ну, и мы знаем, что актуальная проблема содержания, обогащения содержания, она до сих пор не решена. Поэтому надо искать это содержание, которое мы можем передать, как важные знания, как важные традиции, как задача приобщения к культурному наследию детей нашим воспитанникам. Вот, и этот проект только начало. И та идея национального компонента в образовании, да? Да, вот через это мы будем реализовывать. На следующий год мы планируем выйти с проектом на конкурс. И уже от Золотого кольца России мы хотим в следующем июне, по окончании учебного года, пройтись, пропутешествовать, в экспедицию идти по Серебряному кольцу. У нас еще есть самоцветное. Мне бы хотелось исполнить песню, которая родилась в нашей поездке. Автором Евгения Алексеевна является Эвстратова. Вот я готова петь. Хрустальные звоны бокалов, хрустальные звоны капелем, хрустальные звоны прозрачных, Россия твоих родников. Под сводом, где кисти Рублева, иконы встают на колени, а круга наполнена светом и духом прошедших веков. Ах, купола, ах, купола, вознесены к небесу на синим, и благовес звучит, поет, взывая нежно к сердцу верь. На золотом кольце, на золотом кольце, на золотом кольце России храм по кровавам, храм по кровавам, храм по кровавам на речке Нер. Вода утекает, и ветры кружатся над сергей и лаврой, великие мудрость и доблесть за сенью ушедших веков. Из судьбы князней православных пропитаны верой и правдой, Андреевский флаг над Россией и Матери Божьей по кровавам. Ах, купола, ах, купола, вознесены к небесу на синие, и благовес звучит, поет, взывая нежно к сердцу верь. На золотом кольце, на золотом кольце, на золотом кольце России храм по кровавам, храм по кровавам, храм по кровавам на речке Нер. Редактор субтитров А.Семкин